Уважаемые студенты, мы с вами приступили к изучению курса современной США. Курсу очень-очень своеобразному, очень интересному. Я надеюсь, что вы просмотрели уже первую видеолекцию. И сейчас я решил дописать небольшое дополнение к этой первой видеолекции. Дело в том, что вот этот цикл видеолекции был записан для видеокурса и электронного учебника. И все это создавалось в декабре 2019-го, в январе 2020-го годов. А сейчас, спустя полгода, правила записи видеолекции несколько изменились. И я должен буду в конце вам обязательно задать такие вопросы на закрепление. Немножко поговорить о специальной литературе для этого курса. И поэтому в манаве сейчас записывается вот это добавление к первой видеолекции. Итак, на первой видеолекции мы с вами говорили о истории освоения американского континента в древнейших индейских цивилизациях на территории Америки. И о том, как развивались эти цивилизации. И о том, как первые европейцы стали попадать на американский континент. Дальше мы говорили о положении индейцев. О том, что они многие до сих пор находятся в резервациях. А сразу скажу, что в тексте видеолекции я немножко оговорился. Индейцы Пикоты или Пикоты, они находятся на территории штата Коннектикут, а не Калифорнии. В Калифорнии я тоже встречался с индейцами, но племени Наваха. А в Коннектикуте мне довелось побывать в индейской резервации Фоксвуд, в переводе лисий лес. Именно индейцев Пикотов. Но и теперь к тому, что вы прослушали, я хотел бы задать вам несколько таких вопросов на закрепление. Первый. Как называется древнейшая археологическая культура на территории Соединенных Штатов Америки? Второй вопрос. Сколько индейских племен насчитывается официально в современных Соединенных Штатах? И на скольких языках они говорят? Третий вопрос. Какое индейское племя самое многочисленное? Четвертый вопрос. На знания хронологии. На запоминание. Когда индейцы в США получили гражданские права? В каком году это произошло? И последний, пятый вопрос. Чем известен Лейф Эрикссон? Что вам говорит это имя? Какие у вас исторические ассоциации возникают в связи с этим именем? В моей видеолекции есть ответы на все эти вопросы, только нужно внимательно эту видеолекцию просмотреть. А сейчас наша небольшая дополнительная видеолекция завершена. И встретимся на следующем занятии. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...